Приветствую вас на своем YouTube-канале о психологии и красоте. Меня зовут Яна Добровольская, и сегодня я поделюсь с вами своими мыслями на тему «Как быть интересным собеседником и что вообще говорить на первом свидании?». Я не хочу делать одно из банальных видео на популярную тему. Я постараюсь раскрыть ее с другой стороны. Большинство девушек, которые приходят ко мне работать самооценкой, жалуются на то, что у них есть сложности при личном общении. И, конечно же, в процессе работы над самооценкой большинство из них от этих проблем избавляются, но все же есть универсальные правила, которые помогут тут же исправить эту сложность и научиться коммуницировать непринужденно, легко и быть действительно интересным своему собеседнику. Девушки говорят мне, я не знаю, что сказать, я не знаю, что ответить, я все время думаю о том, что обо мне подумает собеседник, я чувствую себя глупой, я не получаю удовольствия от общения, я, я, я. Вы слышите? То есть вы приходите на свидание к мужчине или к девушке, чтобы узнать этого человека, чтобы узнать, чем он дышит, как он живет, что ему интересно, что для него важно, а по факту думайте только о себе. Что о вас подумают, как вы выглядите, и что он скажет о вас своим друзьям. Если в вашей голове идет непрерывный монолог, вы никогда не будете интересным собеседником, потому что вам по факту не интересен человек напротив вас. Вы будете все время путаться, вы будете думать о том, что ему ответить, вы будете волноваться, а волнуемся мы только тогда, когда мы думаем, что мы можем что-то контролировать. Вот представьте, вы приходите на день рождения, который вам организовали, вы не знаете, какой номер зачем идет, когда вынесут торт, кто должен прийти, и вы не волнуетесь. Но если вы организуете мероприятие или свой день рождения, вы все время волнуетесь, потому что вы как бы это можете контролировать. Так вот, первое правило. Мы не пытаемся контролировать впечатление о себе. Мы не можем контролировать то, что человек подумает о нас. Рассуждения об этом бессмысленны, потому что вы не можете этого, вы не узнаете, что о вас подумает другой человек. Ваша задача наслаждаться общением, интересоваться другим человеком, узнавать новое и позволять человеку делать свои субъективные выводы о вас. Второе правило – интерес. Интерес – это вообще главный компонент любых отношений, общения, свиданий. Вам должен быть искренне интересен сам человек. Не вы в его глазах, а он. Что ему интересно, что ему важно. Вы должны слушать внимательно и не продумывать ответы, что я сейчас ему отвечу, а прямо слушать и внимать. Внимательно от слова «внимать», «вбирать», «пропускать» через себя. И тогда это будет настоящее искреннее общение. Третье правило – слушать. Самое банальное и самое сложное – когда мы уже перестанем перебивать собеседников. Посмотрите видео на ютубе. Почти все интервьюеры, хотя это их профессия, перебивают своих гостей. Им об этом пишут сотни комментариев, но они продолжают это делать, и комментаторы в том числе, потому что это плохая привычка, и с ней нужно работать просто усилием воли, учиться не перебивать. И чем мы сильнее и лучше будем слушать, тем более интересные и глубокие вопросы будут получаться. Если в процессе разговора вам хочется перебить, чтобы не забыть что-то, лучше запишите это куда-то – в ежедневник, в телефон, а потом задайте вопрос. Четвертое правило я услышала на мастер-классе своего наставника по речи Марии Кондратович. Оно звучит так – «Быть источником нового». Очень скучно говорить с человеком, который только обсуждает других людей или какие-то бытовые вопросы, или какие-то последние новости. То есть хочется узнавать что-то более интересное, глубокое, а для этого читайте разную литературу, не только то, что вы любите, и только об этом вы читаете. Смотрите разные лекции, фильмы, ходите в театр, записывайте в заметки свои впечатления. Мы очень быстро все забываем. Если вы будете источником нового, вас будут помнить, потому что когда после встречи тебе хочется что-то прочитать, что-то уточнить, куда-то сходить, то, о чем тебе посоветовал человек, это очень сильно связывает тебя с ним, особенно если ты от этого нового получаешь приятные эмоции. Пятое правило – делать комплименты. У нас на территории СНГ с этим огромные проблемы. Это как-то не принято. На самом деле мы так стараемся понравиться другим людям, что мы забываем отметить то, что нам нравится в других. Даже если мы увидели, мы редко когда это скажем. Для меня уже норма говорить то, что мне нравится, то, что я вижу сразу, с первой встречи. Про пальто, про аромат, про то, что спасибо, что пришел вовремя, ты такой пунктуальный. Делайте комплименты и женщинам, и мужчинам. Это всегда очень приятно. Это многое о вас говорит. Это говорит о том, что вы не зациклены на себе, что вы внимательны, что вы учтивы, что вы эстет, и что вы цените в людях красоту, цените какие-то приятные, хорошие качества, и не стесняетесь это отмечать. Шестое правило – не говорить лишнего. Ну, не надо на первом свидании рассказывать про своих бывших, про кучу своих достижений. Я замечаю, что вот мужчины этим грешат, а девушки обычно делают так на первом свидании. Я все сама, я вообще такая крутая, я столько вот зарабатываю, мне вообще никто не нужен. Ну, зачем? Не обязательно об этом говорить. Если это правда, он узнает об этом позже. Тем не менее, если вы не знаете, что сказать, лучше задавайте вопросы. Спросите, что ты думаешь о современном искусстве? И слушайте, 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 делайте выводы. Мой парень спустя пару лет сказал, что на первом свидании его покорило то, как я его слушал. Говорит, так внимательно меня слушал. Любому человеку хочется быть выслушанным, услышанным, поэтому удовлетворите эту потребность и вам не будет цены. И последнее, седьмое правило, будьте с собой. Не надо врать, притворяться, казаться тем, кем вы не являетесь. Это всегда будет хуже и фальшивее, чем то, какое или какая вы есть на самом деле. У нас, у взрослых людей, было много встреч, много свиданий, и явно, самые запоминающиеся, это не те, где люди вели себя по шаблону. Это те, где возникали какие-то курьезные ситуации, какие-то споры, какие-то откровения. В общем, будьте собой, получайте удовольствие. И подытоживая, интересный собеседник это тот, который прежде всего сам знает, что он интересен, у него в порядке все с самооценкой. И ему интересен другой, он может искренне наслаждаться общением. Поэтому смещайте фокус себя на другого человека, получайте новую информацию, новый опыт. И прежде всего, будьте интересны сами себе. Это распространяется на других. Я надеюсь, это видео было полезно для вас. Меня зовут Яна Добровольская, и это канал о психологии и красоте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...